Физкульта! Тут на канале Simple Run мы рассказываем вам про бег. У нас есть видео с тренировками, советами, упражнениями, историями обычных и не очень обычных людей, а также звездами бега. Но до сих пор у нас не было видео про то, что уже тоже является частью беговой истории. То есть, о нас. Не переживайте, это не будет скучно. Сегодня мы ответим на ваши вопросы, поиграем и с удовольствием примем от вас поздравления и подарки. Но об этом чуть позже. В общем, па-ба-ба-бам! Настоящий день рождения. Да, все верно, нам сегодня исполнилось 4 года. Но начнем мы не с сегодняшнего дня, а с декабря 2018 года. Тогда вышло первое видео на нашем канале про бег на беговой дорожке. За первую неделю мы набрали полторы тысячи просмотров и наши первые 183 подписчика. В феврале 2019 года вышло самое популярное на сегодняшний день видео – бег для похудения. Сейчас у него уже более полутора миллиона просмотров. Одно только это видео принесло каналу за эти годы 27 тысяч подписчиков. Вы его смотрели? Но если вы тут, то большая вероятность, что да. Друзья, за эти 4 года вы написали 40 тысяч комментариев. И практически половина из них – это вопросы. На все из них ответить физически невозможно. Но на самые популярные я постараюсь сейчас ответить. Какие у вас часы? Это, наверное, самый часто задаваемый вопрос. И на него мы отвечали очень много раз. Замечу, что часы за это время поменялись у меня как минимум 3 или 4 раза. Но его продолжают спрашивать под каждым видео. Так что отвечаю. У меня Garmin 4Runner 955. Я пользуюсь часами линейки 4Runner уже несколько лет. И меня все устраивает. Особенно, когда я выполняю свой триатлон. Летом 2019 года появилось наше приложение – помощник для бегуна. Сначала там было совсем немного функций. Но за это время мы сделали из него самый полезный инструмент для людей, занимающихся бегом. В феврале 2020 года стартовала наша первая программа тренировок. Тогда она называлась «Бег от нуля до 15». Позже мы преобразовали ее, и она превратилась в «Бег с нуля». По прототипу этой программы тренировался наш оператор Витя, который до этого никогда не занимался спортом. Позже он также одним из первых прошел программу подготовки к марафону и успешно финишировал в конце 2020 года марафон в Стамбуле. Ну и как раз в тему вопрос. Куда делся Витя? Да Витя никуда не делся. Он и сейчас стоит по ту сторону камеры. Продолжает бегать, ставит цели, но ему помешали некоторые проблемы со здоровьем, из-за которых он уже в третий раз начинает бегать практически с нуля. Думаю, он подробнее сам расскажет в одном из следующих выпусков. Ведь расскажешь. И вдогонку. Какие часы у Вити? У Вити часы Garmin Venue. А уже в этом, 22-м году, мы решили прийти со своими знаниями в дома, офисы и прочие помещения. Совместно со Smart Reading мы решили сделать беговой календарь. С важнейшей информацией в виде инфографики и дневником тренировок. Что же из всего этого получилось? Приложение Simple Run пользуется более 70 тысяч человек. В трекер выгружаются более тысячи тренировок в день. А недавно мы добавили возможность загружать в наш трекер тренировки с разных спортивных устройств. С появлением функции загрузки тренировок в наше приложение стал появляться вопрос. Почему нет поддержки устройств Coros, Apple, Huawei, Amazfit и прочих? Все будет. Не переживайте. У нас уже 6 программ тренировок, по которым занимаются тысячи бегунов. И новые программы, как и новые функции в приложении будут продолжать появляться у нас постоянно. Ну а календарь есть на крупных маркетплейсах и полках некоторых книжных магазинов. Но вернемся к тому, с чего все начиналось. Канал Simple Run сейчас самый большой в русскоязычном сегменте YouTube на тему бега. 275 тысяч подписчиков, 22 миллиона просмотров, зрители из 50 стран. И уже 133 видео, если считать вместе с тем, которые вы сейчас смотрите. Даже если предположить, что среднее время наших видео 10 минут, то это уже 22 часа. То есть вы можете смотреть целые сутки Simple Run, не переставая. В таком количестве контента можно и запутаться. Не только вам, но и нам. Так может в честь праздника и проверим, насколько я хорошо знаю наш с вами канал. Мне подготовили несколько заданий, о которых я ничего не знаю. Но смысл в том, что мне нужно будет отгадать выпуски с нашего канала. За каждый правильный ответ мне ничего не будет. А вот за неправильные я буду получать баллы. Давайте посоревнуемся. После каждого вопроса ставьте видео на паузу и записывайте свой вариант ответа. В конце запишите, сколько у вас получилось баллов в комментариях к этому видео. Я тоже напишу и посмотрим, кто лучше знает наш канал, я или вы. Нам 4 года, поэтому будет 4 раунда по 4 задания в каждом. От простого к сложному. Нужно посмотреть отрывок и сказать, на какую тему это видео. Только тема, не название. Не название, только тема. Просто что за тема этого видео. Погнали. Друзья, сегодня мы с вами будем готовить борщ. Возьмем кастрюлю. Необходимые ингредиенты. Мы такое записывали. Просто закинем это все в кастрюлю. По-моему, это Simple Food канал. И сварим. Посмотрим, что же получилось. Быстро сварил. Так, на борщ это не похоже. Мы же забыли главный ингредиент. Вода. Основа любого супа. И единственное, без чего его просто не приготовить. Ё-поросота. Это что такое, Витя? Это простые вопросы. Это простые вопросы? Я уже начинаю закапываться. Слушай, ну, наверное, я могу предположить, это на тему... Нет, подожди. Про воду было вообще по-другому. Про воду мы снимали в парке. Это было с Борей. Это была вообще другая история. А овощи... Пам-пам-пам. Мне кажется, что, наверное, это про состав тренировочной программы. Состоящих из разных тренировок. Свеклы, капусты, бананов. И чего-то там еще. Ну, почти, но неправильно. Это длинный медленный бег. Вот эта вода, без которой не сварить суп, это и есть длинный медленный бег в нашей тренировочной программе. Да, я плавно начинаю вспоминать. Энергия в наш организм попадает с пищей. Извлечение энергии называется биологическим окислением. Окисление – это реакция взаимодействия с кислородом. Извините, у вас помидор не найдется прикурить? Что? Спички есть? Нет. А если найду? Но мне кажется, это про дыхание. Верно. Есть! Ведь какой я был худенький, а какой ты был толстенький. Многое изменилось. Плавно мы начинаем уравниваться. Видите? Наша кожа тоже дышит. Это называется транспирацией. С дыханием кожи мы теряем воды больше, чем с дыханием через легкие. 400 миллилитров в сутки. Вот это клево. 400 метров или что я там написал? 400 миллилитров. 400 миллилитров. Я думаю, что это про пот. Нет, это выпуск как раз-таки про воду. Окей, но пот – это тоже вода. Я бы тут поспорил. Что, даем балл кому? Нам или вам? Ну, про пот у нас есть отдельный выпуск, поэтому я бы считал, что неправильно. Окей, все нашим подписчикам. Век вернет вам ресурсы данной природы, а со временем вы поймете, что такое кайф бегуна. Ваш организм будет просить пробежки, а иногда даже требовать. Ну что, выключаем видео и побежали? Нет, я серьезно. А что так коротко? Так, ну мне кажется, что это, ну типа, как начать бегать. Да. Угадал? Так оно и называется. Очень много вопросов про медленный бег и восстановление. 99% ответов на этих вопросов есть в наших видео, и мы не будем их пересказывать. Просто пересмотрите внимательно в выпуске про восстановление и медленный бег. Мы оставим ссылки на них в описании. Нужно отгадать год. В каком году вышло это видео? По одному кадру. В каком году вышло это видео? Поехали. Так, ну я стою с сжатым кулаком. У меня в руке, значит, какие-то листовки. Там-пам-пам-пам-пам. 2020 год. Нет, это правило бега в манеже. Это аж 2018 год. Да ну нафиг. Ничего себе. Опа, ничего себе. Здесь худенький он был. Вот это я думаю, что... Сейчас я скажу. Мы начали в декабре 2018 снимать. Соответственно, я узнаю эту стену. Это не эта стена. Это другая стена. Я узнаю эту бутыль, которую мне пришлось поднимать ради видео несколько раз. Значит, я думаю, что это 2019 год. Точно. А какой выпуск? Вспомнишь про что? Это выпуск, ну, как минимум про воду. Нет, про сердце. Точно. Это мы бутылями же показывали, сколько сердца перекачивает воды. Так, вот это да. Так, это, наверное, такая борода. СН-3, площадка, осень. Я думаю, что, наверное, это 2020 год. Сейчас, подожди. Раз такая пауза, значит, у меня есть еще одна. Так, ну, судя по тому, что какое-то такое, мне кажется, слегка такое изморенное пандемией лицо, мне кажется, что это 2021. Это совсем недавно был. Это спор для детей. Хочешь сказать, что 2022, да? Я просто подумал тоже, что я же с такой бородой ходил только в 2022. Розовая курточка, значит, это Пушкинский парк, Пушкинский дворец. Значит, я думаю, что это 2019 год. Ну, не 2018, это точно. Есть вариант, конечно, с 2020, но он тоже неправильный. 2021. Да ну нафиг. Ничего себе. Вот это да. Про Пушкинский этот самый. Марафон. Про первых бегунов России. Точно, точно. Про Целкосельский забег. Кстати говоря, самый крутой, самый старый в России. Часто спрашивайте, если у меня что-то болит, была какая-то операция или что-то беспокоит, можно ли мне бегать? Я не экстрасенс. Более того, у нас даже паранормальных специалистов в штате нету. Более того, я не доктор. Понять, что именно с вами, как сильно выражено и что при этом можно, может только врач при личном осмотре. Так что один ответ. Идите к врачу и спросите, можно ли вам бегать? Главное, правильно определиться, к какому врачу вы пошли? Нужно отгадать хоть что-нибудь про видео, к которому оставлен этот комментарий. Ну, поехали. Так, написал нам Релмула или Релмула или Релмула. Снято очень круто. Эти переходы вау. Видно сложно сказать. У нас столько было видео с разными там переходами, но как бы вспомнить, которая самая технически сложная снималась. По-моему, это было про пульс на треке. Про легкие мы снимали, я помню, там тоже были как бы там разворачивали их, сворачивали деревья, какие-то аппликации на легких и так далее. Я предлагаю тебе выбрать из этих двух вариантов. Да? Про легкие. Правильно. Угадал? Да ладно. Ничего себе. Вот это да. Ткнул пальцем в небо, называется. Пока Виктор Осокин боролся в Хакасии за третье место в Сайбермене, Виктор Силин запилил отличный видос. Так и отжать может канал. Никто не заметит. Так, это был, значит, 20-й год. Пока я там на Сайбермене, значит, завоевывал третье место. Мы монтировали видео. Я думаю, что это был выпуск про то, как я ходил со сломанными ребрами. В нем я ходил со сломанными ребрами в этом выпуске? Или этот выпуск был задолго? Я предположу, про 5 километров выпуск. Про 10. Нет, на самом деле про 5 и про 10 километров были позже. Они были уже в 22-м или 21-м. А это было на самом деле про мой прогресс. Про Витин прогресс в беге. Все, супер, теперь я понял, почему Евгений Красничкин заподозрил видео. Там, кстати говоря, еще два ответа. Видимо, два раза ответил Витя. Видео прямо супер как мотивирует, а комментарии к нему еще больше. Я думаю про то, что раз мотивирует, наверное, бег это твое. Нет. Идеальный возраст для бега. Да ладно. А что, если человека привязать к машине и на ней ехать со скоростью 35-40 км в час примерно минуту. 35-40 км в час, то есть это в два раза быстрее, чем кипчоги бегать. Делать это, скажем, в течение 100 дней нормально. Может быть, даже несколькими подходами, то есть, фактически, после каждого подхода там надо будет пришивать обратно мышцы к костям. В организме выработается привычка бега на такой скорости. я не говорю, что только этим и тренировать человека. понятно, там же должны быть еще и какие-то более такие серьезные тренировки. Я имею в виду дополнительно к основной тренировке. Ну, просто давать человеку спокойно минутку пробежать со скоростью 40 км в час, ну, привязанным к машине. Так, ну, я думаю, что, наверное, может, про кипчоги? Не совсем. Может быть, про какие-нибудь там рекорды? Близко. На самом деле, у меня есть подсказка. Этот комментарий я написал к четырем видео на нашем канале. Тебе нужно один из четырех хотя бы угадать. То есть, я не понял, один и тот же комментарий написал к четырем видео? Мне кажется, с этой методикой Никита хотел достучаться до нас, чтобы мы ее включили как минимум в программу «Бег с нуля». Ну и получилось. Вот мы ее уже обсуждаем. Да-да. Это будет наша новая программа «Бег 35 км в минуту». Точнее, в час, но минуту. Ну, тогда я предположу, что это, возможно, интервальная тренировка. Если не интервальная тренировка, то, возможно, это какой-нибудь моногетти «Бег». Откуда такая садистская история привязать к машине. ну я не знаю ведь, я проигрываю. Сори, Никита, ты всех запутал. Зачем ты написал к четырем видео? На самом деле к методике 80-20. Видео по методике 80-20. То есть он как бы было понятно, то есть это было, я так понял, подумал, что это в километрах. 80 км в 20 км. Про Усейна Болта видео, про Каденс почему-то и как бегать долго к этим четырем видео. Окей. Такой комментарий. При таком контенте почему вы не канал миллионник? Во-первых, спасибо за комплимент. Во-вторых, у нас неразвлекательный канал. Хоть он и направлен на широкую аудиторию, но все-таки на определенную, на бегунов. И мы не торопимся набирать просмотры и аудиторию любым способом. Просто делаем полезный контент и собираем тех людей, кому это действительно интересно. Тем не менее, миллион подписчиков не за горами. Мы работаем над этим, а вы можете нам в этом помочь, ставя лайк нашим видео и отправляя наш канал вашим друзьям. Нужно угадать название видео по тамбу, по обложке видео. Название нужно как можно точнее, хотя бы чтобы два-три слова совпадали с названием, которое у нас написано на канале у этого видео. Так, ну это про фортлек. Кто-то такой типа рваный бег, какой-то супер тренировка. Пока ни одного слова не совпало. Шведы были? Были. что там? Казань брал, Астрахань брал. Ну, я думаю, что шведский способ научиться быстро бегать. Или шведский бег, шведская тройка. Икея. Шведский способ научиться быстро бегать очень близкий вариант, то есть там назывался выпуск шведский секрет быстрого бега. По-моему, я близок. Засчитываем. 133 видео, 133 видео. Я их знаю все как свои пять пальцев. Так, мифы о вреде бега. Я думаю, что что-то типа название, мы же все время как бы там про одно название, про другое. поэтому я думаю, что что-то типа самые распространенные заблуждения. Так? Я честно признаюсь, я бы никогда не отгадал вот это название. Ну-ка. Бег загубит ваши суставы, сердце и жизнь. Да, это сложное название. Мы написали и забыли, у нас же всегда так. Как победить? я даже знаю эти фотки, это сконы, вторая сконы и третья тоже сконы. Значит, я думаю, что секрет успеха или что-то там про голову, как разобраться с теми мыслями, которые тебя могут посещать, тяжелыми мыслями на дистанции, которые тебя могут посещать, как с ними разобраться и победить. Голова, было слово, победа, было слово, голова, ключ к победе. Голова, ключ к победе. Я считаю, что близко. Но это ведь непростая история, конечно, я даже не понимаю, как вот, потому что название там всегда настолько у нас отличалось, но оно, это название этого видео просто ну, мне кажется, название какое-то должно быть глоток свежего морозного утра или свежим морозным утром глоток ведь название точно не вспомню, что-то там мешает ли могу ли я ну, правильно, близко. Мешает ли алкоголь достижению спортивных, эффективных, продуктивных результатов? Ну, ни одного слова не совпало, но в смысл похож. Спирт и спорт можно ли выпивать бегуну? Понял. Двигаемся дальше. Ну, и, конечно, самый главный вопрос. Что с прической? Мы, на самом деле, готовим отдельный выпуск на эту тему. Это связано с аэродинамикой. Дело в том, что именно такая прическа увеличивает экономичность бега на 4-7%. И пока вы не побежали бриться на лысо, я вам скажу, это шутка. Такой статистики нет. И не стоит верить всему, что говорят в интернете. Ну, кроме, конечно, того, что говорим мы. Нам верить можно. Мы проверяем всю информацию, которую вам даем. Поэтому она и работает. А это просто новый образ. Итак, получилось, что на 10 вопросов из 16 я ответил неправильно и набрал 25 баллов. Это было легко сделать столько ошибок, потому что по факту было непросто. Не забудьте написать свой результат в комментариях. Мне будет это интересно. Количество баллов, которые я сегодня честно проиграл, равняется количеству подарков, которые вы получите. Но для этого надо сделать кое-что и для нас. Поздравления мы принимаем везде и с удовольствием. Но особенно приятно будет их получить в нашем беговом приложении. Причем, кроме того, что вы сможете сделать приятно нам, вы еще сможете получить и подарки. Фирменные календари Simple Run, футболки и кое-что еще. Полный список призов скоро появится в нашем Телеграм-канале. Что нужно сделать, чтобы порадовать себя и нас заодно? С сегодняшнего дня и до 11 декабря запишите любую тренировку в нашем трекере. Можно подключить сторонние устройства и выкладывать активности автоматически. Чем больше пробежек, прогулок или других тренировок вы запишите, тем больше шансов на победу. Поздравьте нас своей активностью, делитесь тренировкой из нашего приложения в соцсетях и добавьте поздравления в виде фотографии, видео, текста или GPS-арта с хэштегом Simple Run 4 года и участвуйте в дополнительном супер-розыгрыше. Подробности и инструкции по выполнению всего этого в описании к этому видео. Так, а что еще сделать с этими баллами? А давайте-ка это будет скидка на все наши программы. Эта скидка работает только сегодня в наш день рождения. До полуночи по московскому времени. Напомню, что у нас есть программы как для тех, кто еще не бегает, так и для тех, кто хочет пробежать свой первый старт или улучшить результат. А если вы смотрите это видео в другой день, то в описании будет другая скидка. Немного поменьше, но тоже хорошая. Мы тут уже 4 года развиваем наши проекты, делаем новые, общаемся с интересными людьми и не собираемся останавливаться. И все это благодаря вам. Спасибо каждому из 275 тысяч. Ну и бежим в пятый год на ютюбе вместе. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok ДимаTorzok